ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, Филат, где? Что? Говори. Тебе башку уже снесли? Какой? Какой Филат? Я не знаю никакой Филат. Сосед твой из старого дома, 42-я квартира. Где это? Я ему продукты носил. Он мне платил за это, я его знаю. Когда в последний раз его видел? Давно. Когда? Да тихо ты! Еще до взрыва. Нас расселили после взрыва. Все, я в курсе. А что здесь происходит? Все в порядке, дамочка. Просто общаемся. Ты чего встала оттуда? Кто это? Да, в псих один. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты цел? Я цел. А чего он ходил-то от тебя? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могу объяснить... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты хоть ложился? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О чём? О нас. Наташа, мне сейчас вообще не до этого. Иди в комнату. Просто иди в комнату, серьёзно. Давай будем честными. У тебя ведь кто-то есть? Что? Я же вижу. Ты отдаляешься от меня, ты бегаешь. Ты чё несёшь? Ты головой своей подумай, ты чё несёшь? Нет у меня никого. И ты, прошу, не доставай мне свои тупыми расспросами, хорошо? Я сам как-нибудь разберусь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Солнышко, поспала? Как ты себя чувствуешь? Пить хочется. И Бог болит очень. Давай, аккуратно. Аккуратно. Болит потому, что у тебя трещинка в ребре. Надо потерпеться, Игорь здесь. Всю ночь тяжёлый. Позвать. Привет. Я тебе фруктов принёс. Ну, там банально, мандарин. Я просто не знаю, что ты любишь. Всё взял. Так, милая. Спасибо. Ты как? Ну, ничего. Врач сказал, что всё нормально. Так, сотряс пару ушибов. Садя. Как надо всё. Скажи мне, ты помнишь, как это произошло? Ну, какая машина была? Может быть, цвет её? Ну, хоть что-нибудь. Машину я не видела. Но я знаю, кто это сделал. Кто? Кирилл. Ухажёр мамки. Аферист этот. Ещё угрожал мне. Я его подло в порошок сотрал. Просто. Не надо, пожалуйста. Не вмешивайся в это. И маме ничего не говори. Кушай. СТУК В ДВЕРЬ 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 Здорово. Здорово. Ты один? Один. Слушай, братан, дай ствол на пару дней. СТУК В ДВЕРЬ 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 Нужно, наверное. Захочешь, сам раскрываешь. Спасибо. Если воспользуешься, то меня возвращать не стоит. Надеюсь, до этого не дойдет. И еще. Если поймают, ты меня не знаешь, я тебя дожил. Базар Ануль. Лапу убери. Садись сюда. Я сейчас приду. Сядь спокойно. Сиди смирно. Че вылупилась? Зиньки убери. Сиди смирно. Здрасте, Лидия Васильевна. О, здравствуй, Верочка. Ну, как дела? Как там ваши ребятки? Ничего, все хорошо, спасибо. Растут учиться. Грея жаловаться, тут подпись нужна ваша. И печать. Лидия Васильевна, а вот женщина сейчас заходила с ребенком. Там проблемы какие-то? Вера, она сама одна большая проблема. Наркоманка. Да еще и с кучей болячек. ВИЧ, гепатит. А мальчик хороший, здоровый. Представляешь, у самых опустившихся родителей самые здоровые дети. Только что его ждет с такой матерью, страшно себе представить. И что теперь? Детский дом? Нет, к сожалению. Не имеем оснований для лишения родительских прав. Пока ничего ужасного не случилось, не имеем права. Как так-то? А вот так, Вер. А ты знаешь, сколько их таких? Вчера лишили одну. Тоже наркоманка. Так два года с ней бились, пока один из ее детей не умер. Второго забрали, от греха подальше. Кошмар. Сереж? Ну как все прошло? Тебя можно поздравить? Что это такое? Облом, вот что. В смысле, тебя не взяли? В смысле, меня не взяли. Они что там, идиоты, что ли? Тебя же наш весь район слушал. Ты лучший диджей в городе. Звезда эфира, блин. Ну а твой видеоблог, они его видели? Там же тысяча подписчиков. Это больше никого не волнует. Как же так? А вот так. Продюсер узнал про мой срыв. Узнал про то, что лежал в психушке. И записал меня в конченые шизоиды. Так что, все, это конец моей карьеры, Лена. Да ну перестань. Все уладится. На мне клеймо, Лена. Это все. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уходишь? Да. Пойдем, поработаю. Полин, я немного не понял. Ты меня что, на свидание зовешь? Ну, а что делать, если ты так тупишь? Вадик, мы в соседних домах живем, а все никак встретиться не можем. А куда пойдем? Ну, я не знаю, можно на великах покататься или на роликах. Тебе что, больше нравится? Не особый фанат, если честно. Я не пойму, ты хочешь, чтобы я тебя еще и упрашивала? Извини, мне папа звонит. Все, давай, я тебе попозже перезвоню. Алло, папуль. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Конечно, Полин, давай погуляем. Ты на роликах, а я на костыликах. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Давай. У подружки есть у нее какие-нибудь симпатичные? Могу спросить, а что? Устроим двойное свидание. Я с тобой пойду, еще прикрой тебя. Ногу твою в гипс закатаем, типа на баскете сломал. Тогда и на коляске будет нормас. Думаешь, работает? По-любому. Так, девушка, я не понял, это что? Двести тысяч, и Сергей снова получает эфир. Я дала бы больше, но... Но у меня нету. Девушка, вы что-нибудь взятку предлагаете? Смешно. Берите. Послушайте, Сергей совершенно нормальный, здоровый человек. К тому же он очень талантливый. Ну, вы это и без меня знаете? Да. А врача зачем тогда вызывали? В курсе, что у него девушка погибла? Да. Представляете, какой-то удар для человека. Он это пережил. Он сейчас об этом совершенно не вспоминает, не думает. Помогите ему вернуться в прежний рост. Мне вчера звонил врач, который обследовал Сергея, так что я в курсе по поводу галлюцинации и всего такого прочего. Так что извините, я не могу ничем вам помочь. я не буду себя подставлять. Но я очень вас прошу, я вас умоляю, пожалуйста. Девушка, у меня нет времени с вами спорить. Возьмите деньги. Маш! Маш! Не приближайся ко мне даже. Я все про тебя знаю. Ну, все ты знать не можешь. Так, кое-какие факты из моей биографии. Есть одна проблемка, Маш. Стоява твоей дочери. Ну, с этим надо что-то делать. Разбирайся сам. Это не просьба, дура, ты тупая. Вот поду. Сегодня же заберешь заяву из милиции, иначе хлебнешь горя по полной. Помоги мне! Сегодня я сказал. Ты понял, а? Руки от нее убрал, урод! Гарик, что ты, Гарик? Это за земляная больница! Скотина! Она просто говорить не хотела. Так, я к ней пальцем не прикоснулся! С тобой, сненок, мы еще увидимся. Что увидимся? Да мне плевать, Боря! Что ты можешь? Еще раз приедете, руки сломаю! Давайте похалываем. Антон, принеси чень, пожирайте. Антон, ты храбрый парень. Мы все это уже поняли. Только здесь это тебе ничем не поможет. Эти два, они тебя на конструктор топориком разберут. Ну, правда узнают. Оно тебе надо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ПЛИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я же тебе сказал, что я сбежал от него. Ты скажи, Антон, скажи правду. Он послал тебя увезь меня, да? Нет, нет, нет. А зачем тогда волыну припёр? Ты что, сказал, что бы не сообщил тебе, если ему отвечу, я не тебе сообщил. Это теперь твой головняк, я здесь при чём? Нет, Антон. В первую очередь, это теперь твой головняк, паренёк. Ты уж извини, но так вышло. Так что придётся поднапряжься. Отпустим от тебя, зачем ты нам такой сдался? Да главное, выведи нас на этого мента, вот и всё, Антоша. Да как я выведу-то? Я же бы не знаю, ни хрена. Я отъеду ненадолго по делам. А ты, Антоша, посиди и подумай. Слушайте, ну я не знаю, не идёт этот мальчишка у меня из головы, сын наркоманки. Я как вспомню его глаза, вот как она с ним обращалась, это же просто ужас тихий. Ни любви, ни ласки, вообще злоба одна. О чём ты говоришь, какая любовь? Он ей нужен только для того, чтобы пособие получать. А что, неужели ничего нельзя сделать? Остаётся только ждать, пока она сама не помрёт от передозировки или от болезни. Мы не можем ничего сделать. Ребёнка забрать не можем. Слушайте, я могу. Ну и как ты его заберёшь? Ну, это мои заботы. А тут главное документы правильно выправить. Слушайте, а поможете? Я отблагодарю вас. Вера, это такое дело. Если кто-то узнает... Никто не узнает. Потому что мы сделаем всё по-тихому. А потом я быстро оформлю опекунство. Ну не должен ребёнок жить в таком аду. Ну не должен. Привет. Извини. Я узнал тебя. Это ты был в той арке. Мать говорит, ты тут часто бываешь? Я всё думал, о ком это она. А это оказался ты. Лечение тоже ты оплатил. Дима. Прости. Я не хотел, чтобы так получилось. Реально не знаю, что со мной произошло. Я не знаю, почему, зачем. Мне реально жаль. Если тебе легче станет, я готов ответить по полной. Да ладно. Всё ж по-честному было. Раз на раз. Тебя как зовут-то? Ага. Лёха. Ну перестаньте прессовать. Ну слушай, есть куча других популярных радиостанций. Покруче, чем это. Ну серьёзно, ну с твоим умом, опытом. Талантом. Лен, я был на всех радиостанциях, на всех. Даже на областных. Ну везде отказ. Меня даже в редакцию не берут. Говорят, кризис, мест нет. Всё. Хана диджею Серёге. А я, между прочим, писал песни. Музыку, слова. Хотел группу создать. Там на радио альбом записать. Ну, ну так вот. Давай запишем. Давай запишем альбом. Я петь не умею. Я умею. Я до десятого класса, между прочим, в хоре выступала. Да. А ещё я вокалом занималась. Давай попробуем, а? Может быть, это наш шанс. Мы станем знаменитыми с тобой. Будем везде выступать. Ну давай, давай, чего ты? Сейчас что, прикалываешься на дома? Я? Я вообще на полном серьёзе. Я отлично пою. Я люблю петь. Ты сочиняешь музыку и играешь. Идеальное сочетание. Что нам ещё нужно? Ну, помоги, Ажин. Что ж ты со мной делаешь? Я же только-только откинулся, а ты меня второй раз уже пытаешься засадить обратно. Что? Ты компромат. Что ещё что-то? У меня такие темы за километр надо обходить. Тут другое. Ребёнок. И чего ребёнок? Ты предлагаешь, чтобы Женя бес отнял ребёнка у матери, да? Да там от матери уже ничего не осталось. Там жизнь лютая. Увидишь её, сам поймёшь, о чём я. Её человеком тоже сложно назвать. Чёрт. На чём сидит? Герыч. Герыча там нехорошо. Ух, Вера, Герочка, Верунчик. Чувствую, что из-за тебя влечу глудня какой-то. Всё будет нормально. Если что, вину беру на себя. Ты не каркай. Поехали. Только в одно место заскочим, ладно? Ну, ладно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Че, ломка совсем хреновая? Нормально. Че надо? Здесь десяток хмурого. Меня и на твоего сына. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это мне? Тебе и тебе. Вообще, пацана, я забираю. Мало. Еще давай. Тебе хватит. Ну чего? Пацан мой. ТЕЛЕФОННЫЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Герой чистый. Аккуратно. Легко откинь. ТЕЛЕФОННЫЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЛАЧ Ну что, пацан? Теперь будет все по-другому. Да у него не волнуйся ты. Все хорошо. Да что, нормально, уже в Иланды зашли все, а их нету нифига. Не бздеть, Вадик. О, Полит. Привет, что с тобой, Вадик? Привет. Да вот, прикинь, упала на баскете сегодня. Офигеть, что ж ты сразу не сказал? Тебе больно, наверное. Ну я потерплю, я же мужик. Здравствуйте, Леха. Леха это Полина. А это... А Лиза очень приятная. Это Лиза. Да, ой, мне тоже приятно. А, билеты-то. Да. Вот. Мы догоняем. Да, мы за вами. Что, мне с ней сегодня тусить? Ну да, а что? Уже постарше никого не нашлось? Ты меня видел? Покрасивее никого не нашлось? По-моему, нормально. Спасибо тебе, дружище. Баклан, ау, на меня смотри! Я долго пасить не буду. Где мусорка ловить будем? Не в курсе, не знаю, не знаю. Кафон, держи его крепче. Тихо. Сейчас орать начнется. Нет. Если мне не верить, позвоните другу моему. Он блатной или пакан, как это у вас называется. Женя Бес зовут. Бес, Бес, ХПС. Подожди. Погоди, Золотой. Как ты сказал, его погоняло? Бес. Женя Беспалов, друг мой. Кто такой? Знаю я одного Жени Беса. В одной хате под Иркутском сидели. Его шаман положенцем поставил. Хотите? Я позвоню вам. Ты... Лежи пока. Давай, я подошу. Я принесу Женя. ЗВОНОК ТЕЛЕФОН ЗВОНОК ТЕЛЕФОН Как же, как же, братан, помню. Как сам? Ты что, там с моим корешем, что ли, пересекся? С Антоном, да, он тут рядом. Мир тесен, как говорится. Жень, слушай. У нас тут непонятки. Не подскочишь повидаться? Я тебе сейчас адресок скину. Да не вопрос. Подъеду. Ладно, ждем. ТЕЛЕФОН 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 Челес, будешь картошку купить? А, ну давай. Пожалуйста, пожалуйста, как говорится... Ах, вот это мою пиццу. Галушка, ну вот так. Ну, слушай, тогда я у тебя возьму. С кетчупом, попробуй, попробуй. Отлично, отлично. Зелье заешь. Ну, у тебя останется. Смотрел сериал? Какой? Офигительная игра. Конечно, смотрел. Это один из моих любимых. Серьезно? Да. А ты второй сезон смотрел? Нет, а че, уже вышел? Да. Представляешь? Они там что-то быстрее... Расскажи потом, потом. Я посмотрю. Слушай, давай я тебе тогда стыд у меня на флешке есть. Мы вам не мешаем? Нет, а че? Ну, тебя на флешке ты меня занесешь? Так у меня есть с тобой, я тебе прям тут скину. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рома. Жень, небес. А фон говорит, что вы с ним на ликудской крытке были. Как там? В Мориловках, как и везде. Ну, а че у вас там за терки? Да, один опер шорох наводит. В Мстителей заделался. Решили его замочить. А вот этот ни туда, ни сюда помочь нам не хочет. Я вижу, вы с ним не соревнуетесь. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Что за опер? Какой он мстит? Да. В общем, жизнь расклад такой. Вон этот Мститель и еще трое мусоров. Год назад приняли Юру Волочка-вора. Ты его знаешь. Волчок! ВЫСТРЕЛ Ну что, Волчок? Идем? Мы хотели операм бабла зарядить за Юру для мзелени. Один был не против, а остальные на принца пошли. В итоге Волочку впаяли по же, по беспределу. Братва порешала мусоров этих наказать. Мы выцепили этого, который был не против Юру отпустить. Он и собрал друзей своих на пикничок. Куда? Давай. Ку-ку. Ну что, как с тобой? Почти готово. Пришла бы ты помогла. Вперед, вперед, вперед. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, я сейчас подойду. Опять отлить? Ты прям как девочка. Каждые пять минут бегает. Организм такой. Ну-ну. Кто это? А я знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Может, минут место заняли? Кто первым стал, того и тапочки. Мужики, что ж случилось? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У вас что, проблемы какие-то? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, мусорок, лаве получишь, как договорились. Их там вместе с семьями покрашили, верно? Ну да, что, другим неповадно было. Только один выжил. Оклемался и стал мстить. Ну а ты-то здесь при чем? Не в курсе. Опер этот приходил ко мне пистолетом, в лицо тыкал, угрожал, спрашивал про Филатова. Ну я ничего не сказал. Филатова откуда знаешь? Он квартиру снимал в нашем доме старом. Я его там продукты носил, по мелочи всякое. Ну я не знаю ничего ни про Филатова, ни про этого опера. Они мне не верят. Если есть какие-то проблемы, я за него потяну мазу. Без базара. Без нам-то что делать? Опер этот уже двоих наших завалил. Мы в этой дыре гасимся, как... Я же сказал, он не в курсе, какой с него спрос. Если что, я вам сам маникну. Мадрес. 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 Чего встали-то жнил? Пошел ты. Спасибо, Чемборат, он без тебя не справился. Какого хрена, Антон? Ты понимаешь, во что ты вляпался? Во что... Во что мы вляпались? Понимаю. Ты... Ты точно ничего не знал? Ты хочешь, чтобы я тебя поклялся? Чем? Я тебе отвечаю. Ты что, дурак, что ли, туда соваться? Ты знаешь, кто я тебя дую? Догадывайся. Это... Это не просто босики с улицы. Это... Ты отморозки конченые. Ты в натуре убийца. Это татафон мне столько раз рассылся, сколько он раз замочил. Понимаешь, с ними вообще нельзя делать дело иметь? Ну, понимаю, я тебе что, ребенок, что ли? Нет, ты не понимаешь. Я за тебя поручился. И потом, если что, с меня спрошь будет. На вкусе. Я тебя и что же спрашиваю. Ты точно от меня ничего не скрываешь? Точно. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Погнали, болезнь. Обойдусь. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Прикинь, мне руки чуть не отрубили. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Шикал. Садись в машину. Тебе повезло, что ты меня знаешь. Так бы лежал в земле без ручек, без ножек. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Вы-то просто рыцарь, оказывается. Видела бы ты, как он вчера Кирилла отдубасил. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Он? Кирилла? ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Да, опять приходил. Орать начал. Игорь его бейсбольной битой избил. И машину всю расфигачил. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Просто вдребезгил. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Ой, даже приятно стало, что такой защитник появился. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Ну, хоть хулиган, конечно. Зато к тебе хорошо относятся, по-моему. По-моему, он даже влюблен. Мам, ну хватит, а? Пойдем уже. Ой. Подожди, я помогу тебе. Подожди, подожди. Давай. Давай. Чего-то, может, давайте я вам, ладно? Аккуратнее. Пойдем. Подожди, подожди. Я не могу так быстро. Больно? Да. Ну. Пят. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что случилось? Есть аптечка? Нам рожью обработать. Домой тебе не хочется. Наташку бояться напугать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Заходите, только тихо. А что это за мужик был, которому ты помогал? Я вроде всех в нашем подъезде знаю. Да ты его вряд ли знаешь. Он в квартире сидел, не вылезал, боялся. Ну, на каком этаже он жил? На третьем. В Женькиной квартире. Ты в тюрьме сидел? А твою квартиру кто-то снимал? Угу. Ну, участковый, падла. Бизнес налазил. Я там срок мотал, а он здесь бабки зарабатывал. Слушайте, я вот только одного понять не могу. Если он из квартиры вообще не выходил, как он выжил во время взрыва? Там же все в труху. Ну, вот, Женек, в этом все и дело. Жень мне показал, что он вообще в твоей квартире не жил. В смысле? Случай был один. Прекрас непосредственно перед взрывом. О, здорово! Здорово. А ты чего здесь? Я в мужику из-за единства продукты пинасил. Так, я тоже туда. Пойдем. Пойдем. Это я ему квартирку сдаю. Хозяин скоро по УДО выходит. Вот придется клиента выселять. А ты как был хитрой задницей, так и остался. Завидуй молча, Антоха. Завидуй молча, Антоха, 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 Антоха. А ты что-то приносил. А жить он вполне мог в соседнем подъезде. В квартире, которая за стенкой. У вас же общий балкон был, так? Подожди, то есть не в нашем подъезде, а в соседнем? Ага. То есть входил и выходил через Женькину квартиру. А он жил за стенкой. То есть как будто перестраховывался. Ага. Видимо, боялся, что следак его вычискать. Слушайте, вы знаете, что подумала? А если кто-то решил убить человека, который никогда не покидает своего жилища? Как его убить? Ну как к нему подобраться, если он не выходит? Никак. Но его можно взорвать. А? Вы сядь ты уже, господи. Подождись. Ты себя послушай. Ну как такое может быть? Взорвать целый подъезд? Угробить такое количество людей? Для того, чтобы добраться до одного человека? Так кто вообще на такое способен? Знаешь, Антоха, я согласен. Сверх. На такое способен человек, который потерял семью, близких. Тот, кому терять нечего. Слушайте, а у нас же видеозаписи есть. Это со строителем. Диана, кстати. Давайте сравним. Ну и что? Что молчишь-то? Похож или нет? Не знаю. Лица не видно. Может быть он, может быть не он. Это кто угодно может быть. Стоп. А и что такое? Часы? У него были часы? На какой руке? На правой. Точно, у него были часы на правой. Часы, силуэт, походка. Все это косвенные улики. Ты к делу не пришлешь. А будет дело какое-то? А? Я вообще думал, что мы сами с ним разберемся. Он же ублюдок, он же урод конченый. Он из-за какого-то одного хмыря столько народу повалил. Что с ним? Ты знаешь, я бы на твоем месте его опасалась. Если он настолько одержим, может и еще наведаться в легкую. Да то-то и оно. Он же теперь знает, кто я и где я живу. Твою мать. Наташа. Наташа. Наташа, Наташа. Тебе, друг. Почему? Недоступен. Наташа. Наташа. Наташа.